И Владимир Путин впервые после выдачи ордера на его арест международным уголовным судом прибыл с визитом в страну, не граничащую с Россией. Он прилетел в Объединенные Арабские Эмираты, провел встречу с тамошним главой. И, значит, отношения России и Арабских Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Путин. Арабские Эмираты – главный торговый партнер России в арабском мире. 67% в прошлом году, оборот увеличился. В прошлом году почти 1 миллион туристов из России посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы благодарны за решение о предоставлении участка для строительства православного храма. А Мохаммед бен Заид Аль-Нахайян заявил, «Приветствую вас, мой дорогой друг Владимир Путин в Арабских Эмиратах. Счастлив видеть вас снова. Отношения России и Арабских Эмиратов имеют исторический характер. Последние годы они активно развиваются в различных областях. Ценю вашу личную роль в укреплении двухсторонних отношений. И небо на Дабуддабе раскрасили цвета российского флага». Ну что, мы видели, я говорю, активность, связанную с встречами с руководителями в арабском мире. И вообще с мусульманскими лидерами это будет продолжаться. Вот сейчас очень серьезно за всем этим, безусловно, стоит Китай. Но Путину, наверное, кажется, что он действует здесь самостоятельно. Побежал, видите, со всеми общаться, чтобы как бы себя немножко приподнять. То есть вот сейчас он должен броситься ехать в Саудовскую Аравию. Там его уже ждут в Саудовской Аравии. А также вот пишут 7 декабря иранский диктатор Ибрахим Раиси, да, посетит Россию. Ну, он не диктатор, он президент, да, а диктатор, он там, а это Аллаха Минеи, да, и он пока не посетит Россию. Но идут очень серьезные переговоры, видите, то есть я думаю, что Израилю и всем остальным стоит задуматься о том, что происходит. Происходит очень неприятность для европейской цивилизации и для Израиля. И я думаю, что это очень приятно для Китая. Может, его специально приглашали, чтобы арестовать. Ну, что-то, видите, не арестовали, хотя было бы очень неплохо, если кто-то его взял и цапнул, и в ГАГу отвез. И во время климатического саммита, что также в Дубае проходит, Урсула фон дер Ляйнин сказал, если вы загрязняете окружающую среду, вы должны платить за это. Если вы хотите избежать оплаты, внедряйте инновации и декарбонизируйте. Вот так, понимаете, то есть климатический саммит, там всякие султаны присутствуют. Однако хозяин глобального климатического саммита султан Ахмед Аль-Джабер дал понять, что Арабские Эмираты определенно не откажутся от нефти, никто не хочет снова жить в пещерах. Да, ну, тут понятно, но вот сам тезис Урсула фон дер Ляйнин. Если вы загрязняете окружающую среду, вы должны за это платить. Да, если хотите избежать оплаты, внедряйте декарбонизацию. Если внедрим декарбонизацию и инновации, нам будут платить? Нет. А если загружаем окружающую среду, кому мы будем платить? Тому, кто ее не загрязняет? Нет. Непонятно, а какое отношение вот эти люди имеют к загрязнению или не загрязнению окружающей среды? Они определяют, кому платить, да, и почему надо платить им. Кто-то загрязняет окружающую среду. Почему он не нам-то платит, почему он им-то платит? Вот удивительно. Да? Представляете? То есть идея какая? Если ты загрязняешь, плати тем, кто не загрязняет. Да, или плати всем. А если ты не загрязняешь что-то, тебе должны платить. А тут так. Если ты не загрязняешь, то ты никому просто не плачешь. А если загрязняешь, то ты платишь кому-то. То есть мопсам, которые хотят бабла. Международным организованным преступным сообществом, которое подсело на тему экологии и пытается доизменить бешеные деньги. Вот это именно терминальное накопление капитала. Когда все капитализм подыхает, и они пытаются еще хоть грамм высосать. И если Цзиньпин призвал мир к солидарности на фоне эпохальных изменений, мировое сообщество должно проявлять солидарность и усилить многостороннее сотрудничество на фоне беспрецедентных изменений на международной арене, перед лицом этих, значит, изменений, ТТТ, объединяться, обмениваться опытом, сохранять толерантность, открытость, продвигать взаимовыгодное сотрудничество. Короче, он подсел на уши и теперь будет он всех лечить по поводу того, что надо дружно жить, не воевать и говорить прочие банальности, за всеми раздорами, находясь сзади и убивая чужим ножом. То есть вот это классика. Сейчас китайцы затрахивают всех. У них максимальный потенциал для этого. У них для этого есть все. И я думаю, что они уже не выпустят из зубов. Ну, по крайней мере, тех дегенератов, которые управляют западным миром, они точно не выпустят никуда. Да. Блин, человек на планету минимальный, а только вулкан, когда извергать, выбрасывая кислый газ, столько, что это равно 100 заводам выпускать покрышки для машин 300 лет. Ну, вся человеческая деятельность, да, это 0,0% от вулканической, да, а вся вулканическая деятельность, это 0,0% от деятельности Солнца. Поэтому все от Солнца зависит. В Германии примерно 3 из 10 учеников имеют уровень ниже минимального по математике. Это опубликованное исследование. Понятно, что эти ученики в основном из мигрантов, кто имеет этот уровень ниже и так далее. Причем это и приводится, что в основном это дети мигрантов или те, кто эмигрировал. Вот ученики с мигрантским прошлым не достигают минимального уровня знаний по математике с вероятностью в два раза выше, чем у остальных. В Германии примерно 3 из 10 учеников имеют уровень ниже минимального по математике. Это исследователи говорят, ну тут фамилии их приводятся, Центр экономики, образования и так далее. Вот эти исследования провел. Ну что ж, не мудрено, что-то сказать. При помощи этого и разрушит европейскую цивилизацию. Ким Чен Ын расплакался, когда слушал отчетный доклад на Пятом Общереспубликанском съезде матерей. В момент, когда лидера КНДР показывали плачущим, диктор говорил о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей. Ну, то есть крокодили слезы. Я помню, когда сняли фильмы про ядского святотатства. А там взяли отрывки из его фильма, который он хотел показать, но мы его уперли прямо с монтажного стола. И он его не показал, потому что там было все уже обостровано, но показывать было нельзя. И вот там его баба тогда, любовница, потом жена, она такая рассказывает, как она любит детей своих. Детей Бог не дал. И мы воткнули кадр. Помните, когда Иван Васильевич меняет профессию. Говорит, натурально, как вы играете. Натурально, как вы играете. Я что могу сказать? Ну, я не знаю, играет ли Ким Чен Ын. Вполне допускаю, что он уже сам, вот играя во всю эту игру, сам во все это верит. В этих матерей, в этих детей. В самоотверженность. Там вообще эта херня уже сидит, плачет тоже. Так что это не обязательно, что крокодилову слез. Да, нет, конечно, крокодилову слезы, но расплакал, господи, от смеха. Может, и так. Может, и так. Все-таки, конечно, он в Швейцарии учился. Да, он как с детства познавал европейскую цивилизацию. Поэтому, конечно, сложно залезть в его шкуру, что там в его башке творится. Президент Болгарии Румен Радев, да, наложил вето на соглашение по передаче Украине бронированной техники. То есть, какие-то старые БТР, 100 штук, и запчасти к ним хотели передать. Да, он наложил вето. Какой молодец-то. Макрон пригласил Орбана в Париж для улаживания вопроса о вступлении Украины в Евросоюз. Очень интересный. Орбан чистый человек Китая, чистый, так скажем, за бабки, работающий с Путиным. И Венгрия подтвердил, что Порошенко инициировал встречу с Орбаном. Порошенко хотел встретиться с Орбаном, я так понимаю. Но вот что-то у него не получается пока. А может быть, тайно встретился, не знаю. Ну, есть информация, пишут, что, может, он там тайно встретился, не знаю. Ну, о чем будет Порошенко с Орбаном разговаривать? Ну, наверное, о своей собственности в России. Очень много осталось там и завод сыноремонтный в Севастополе, да, бывший Орженикин за завод. И Рошен этот, который у него забрали, и все такое. В Бундестаге предложили сформировать 10 дивизий из украинских мигрантов. В интервью Вельд депутата Родерих Кизи-Ветер отметил, что в ЕС нашли убежища около 600 тысяч, укрывающихся от военной службы украинцев, которые потенциально могли бы вернуться. По его словам, в одной Германии проживает 220 тысяч мужчин, а это 10 дивизий. Ну, похоже, Кизи-Ветер очень плохо понимает, как устроена армия. Это 10 армейских корпусов, а не 10 дивизий, а дивизий – это 20, причем ровно 20, да, дивизий. Так что, и я так понимаю, ну, прежде чем отправить гипотетические дивизии умирать за демократию, надо постараться, чтобы они не разрушили Германию. То есть вот они, украинцы, разрушили Германию. Не те, которые, блядь, приезжают с Африкой. Те не разрушат, а вот украинцы разрушат. Бред какой, а? Просто бред. Удивительно. На самом деле идет очень, очень жесткая работа, и она очевидна. Как вы думаете, по-моему, араб просить оружие? Нет, у арабов просить оружие он не будет. Вы что? Это нет. Нет, ну, как бы, если они что-то ему дадут, хотя арабы сами покупают оружие, зачем давать? Путину. Ему совсем другое нужно, ему нужно согласовывать. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...